Ас-саляму алейкум, с вами Ислам ТВ. Считается ли намаз грешника и пьющего человека? Ислам предостерегает человека от всего, что вредит его разуму и здоровью. Одной из таких вредных привычек является выпивка. Всевышний Аллах сказал, смысловой перевод. О верующие! Поистине, вино, азартные игры, идолы и гадальные стрелы – это мерзость из дел шайтана. «Избегайте этого, чтобы преуспеть». Сура Аль-Майда, аят 90. От Абу Хураеры «Да будет доволен им Аллах» передается, что Пророк, мир ему и благословение, сказал. «Когда прелюбодей прелюбодействует, он не является верующим. И когда кто-нибудь пьет вино, он не является верующим. И когда вор совершает кражу, он не является верующим». Хадис передали имам Ахмад, Бухари – муслим. Также от Абу Хураеры «Да будет доволен им Аллах» передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал. «С того, кто совершит прелюбодеяние или выпьет вино, Аллах снимет веру, подобно тому, как человек снимает рубашку через голову». Хадис передал Хаким. Хадисов, которые указывают на мерзость этого греха, так много, что ни у кого не возникает сомнений в запретности алкоголя. Если же, несмотря на этот категорический запрет, мусульманин выпьет спиртное, признавая его недозволенность, то он считается грешником. Что касается совершения намаза человеком, который выпил спиртное, то ему не разрешается оставлять намаз. Будет еще хуже, если вдобавок к тяжелому греху, который он совершил, он еще и оставит намаз. Такой человек должен принести покаяние. А если он не успеет покаяться до своей смерти, его постигнет проклятие Всевышнего Аллаха, ибо он совершил грех, который считается основой всех мерзостей. Если человек, выпивший алкоголь, совершил полноценный намаз, его молитва считается действительной, но он не получает награды за этот и другие намазы, которую он совершил в течение сорока дней с того момента, как выпил. Если же у выпившего возникнет злая мысль оставить намаз, потому что за это ему не положена награда, он впадет в еще один тяжкий грех. От Абдуллаха ибо Намра, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал. «Если человек из моей уммы выпьет вино, то Аллах не принимает его намазы в течение сорока дней». Хадис передал Анна Саи. Также от Абдуллаха ибо Намра, да будет доволен им Аллах, передается, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, сказал. «Намазы того, кто выпил вино и опьянел, не будут приниматься в течение сорока дней, а если он умрет в этом состоянии, то войдет в адский огонь». «Но если такой человек покается, то Аллах примет его покаяние. Если этот человек снова примется за свое, выпьет опьяняющее и опьянеет, то его намаз не будет приниматься в течение сорока дней. А если он умрет в этом состоянии, то войдет в адский огонь. Но если он покается, то Аллах примет его покаяние». Хадис передал Ибн Маджих, Ибн Хибан. В этих хадисах говорится, что намаз не принимается, но это не значит, что тот, кто выпил алкоголь, может не совершать молитвы в течение сорока дней. Ведь оставление одного намаза хуже прелюбодеяния, воровства и питья алкоголя. А каков же будет грех за оставление намаза на сорок дней? Эти хадисы также подразумевают, что человек, выпивший алкоголь, не получит награду за свой намаз в течение сорока дней, несмотря на то, что ему приказано его совершать. И если он совершал молитву в эти дни, они считаются действительными, и ему не надо возмещать их. Поэтому мусульманин, употребивший алкоголь, несмотря ни на что, должен совершать все намазы, даже если он не получит за них награду. Вместе с этим он также должен оставить эту скверную привычку и совершить искреннее покаяние. Возможно, благодаря благодати этих намазов человеку удастся отказаться от этого греха. Принимается ли намаз того, кто не пьет, но совершает другие грехи? Если же человек пропускает обязательное поклонение с мыслями «я совершаю грех, я не достоин поклоняться», то он просто поддается уловкам шайтана. Жизнь человека – это извечная борьба между стремлением к благому и совершением греховного. И, естественно, любой человек подвержен совершению ошибок. Но это не повод для отчаяния, и тем более осознанного лишения себя милости Аллаха. Надо знать, что грехи легко могут превратиться в савап – вознаграждение, если искренне раскаяться перед Аллахом, не совершать их больше. Но не стоит забывать, что человек может легко растерять свое благо, если он продолжает усердствовать в совершении грехов. К примеру, осознанно обсуждает людей, клевещет на них и так далее. А табу Хурейра «Да будет доволен им Аллах» передается. Однажды посланник Аллаха, мир ему и благословение, спросил сподвижников, «Знаете ли вы, кто является банкротом?» Они ответили, «Банкротом среди нас называют того, у кого нет ни денег, ни имущества». Тогда он сказал, «Поистине, банкротом из числа членов моей общины окажется тот, кто в день воскрешения явится с молитвой, постом и закатом, но при этом выяснится, что он оскорбил одного, оклеветал другого, присвоил имущество третьего, пролил кровь четвертого и ударил пятого. И тогда придется ему отдать нечто из своих благих дел одному и нечто отдать другому. А если запас его благих дел иссякнет прежде, чем он сумеет рассчитаться со всеми, тогда из грехов, обиженных им, станут брать что-то и возлагать на него, а потом его ввергнут в ад». Хадис передал Муслим. «Поэтому, братья и сестры, совершайте как можно больше поклонений, работайте над собой, старайтесь перебороть и изменить свои пагубные привычки, дабы укротить свое стремление к греховному. А также не забывайте каяться и просить милости у Всевышнего Аллаха, ведь Он делает 10 шагов навстречу тому, кто совершил один шаг в его сторону». Дорогой зритель, не забывай поставить лайк и подписаться на канал, чтобы это послужило стимулом для нас для выкладывания больше таких роликов, инчааллах. А также можете стать спонсором этого канала, нажав на кнопку «Спонсировать» и сделать себе подарок судному дню. Мы всегда будем рады вас видеть в наших рядах. Ассаляму алейкум варахматуллахи вабаракату. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...